Здравствуйте, мои уважаемые подписчики! С вами Ольга Демчук, практикующий психоаналитик. Сегодня мы с вами углубимся в тему «Я и есть». Более подробно мы изучим её на вебинаре «Ступени познания внутреннего мира». А сегодня мы изучим небольшой кусочек этой информации. Состояние «Я есть», «Я живу», «Я существую» появляется у нас тогда, когда проявлена наша индивидуальность. Например, я записываю для вас ролик. И если бы я вещала вам какие-то чужие знания, которые не соотнесены со мной, не прожиты мною, я бы выучила теорию, и эту теорию вам бы рассказывала. В этом проявлении меня бы не было. Точнее, была бы какая-то моя незначительная часть. А когда я делюсь с вами тем, что мной постигнуто, пережито, переварено, обработано, проверено на практике, вы тоже чувствуете, что я делюсь чем-то тяжёлым. Вы берёте это знание и ощущаете насыщение. Когда индивидуальности, когда истины в информации нет, то мы слушаем её, но никакого изменения внутри и наполнения не происходит. То есть это как такая музыка, которая... Или же как барабанная дробь дождя по шиферу. Вроде бы что-то происходит, но ощущения насыщенности нет. Точно такое ощущение ненасыщенности, неудовлетворённости возникает у нас, когда мы пытаемся удовлетворить потребности изложенного «я». Видеотравма как смысл в жизни, я про это рассказывала более подробно. Сейчас я только вам напомню об этом. когда у нас в детстве возникает ощущение счастья, психика запоминает его и пытается добиться того, чтобы оно повторилось вновь. У нас есть некий эталон, как это должно быть, и есть реальность. Пережить детское счастье, детские эмоции невозможно, хотя бы потому, что наша гормональная система уже не в состоянии вырабатывать такое количество эндорфинов. Помимо этого, мы должны стать именно теми, для того, чтобы пережить тот же восторг. Например, чтобы получить ощущение праздника, счастья и радости от Нового года, мы должны быть теми же детьми, которые это пережили. И поэтому Новый год очень часто нас разочаровывает. Как говорят, бракованные ёлочные игрушки, которые нас не радуют. Это говорит о том, что есть некий детский эталон, который не может быть нами достигнут. Когда же мы ставим перед собой цель из этого ложного «я», из этого идеального мира, и стремимся туда, то, достигая её, мы ощущаем разочарование и опустошение. Именно разочарование и опустошение может для нас быть определённым маяком, который сообщает нам о том, что мы идём не туда. Зов травмы, он может быть не только как смысл и цель нашей жизни, но ещё может отсекать громадное количество сфер, там, где мы получили травматичный опыт, и мы туда не можем ступить ни ногой. Поэтому фактически наше ложное «я» и создаёт этот замкнутый мир, как я его называю, банка, или же стеклянный сарфак, под которым мы и живём. Человек не может жить без смысла, без цели. Всё живое, оно чего-то хочет, в нём есть ненасыщенность в чём-то. Но эта ненасыщенность может идти из истинного «я» и из ложного «я». То, что нас развивает, наполняет, даёт возможность ощутить контакт с собой из истинного «я». Из ложного «я» — это то, что оставляет пустоту и ощущение бессмысленно потраченного времени. Итак, наша индивидуальность не может быть ощутима, мы не можем с ней соединиться, если мы пытаемся бежать за потребностями из ложного «я». или же бежать к болотным огням счастья, или же убегать от ужаса. Второй момент, который мешает нашей индивидуальности быть проявленной, это вечный поиск идеала. Именно ребёнок, именно структура внутреннего ребёнка ищет идеал и ищет того, у которого есть всё, что надо мне. Когда мы предъявляли претензии родителям или ждали от них чего-то, то мы, несомненно, предполагали, что у них это есть, а они по какой-то причине не хотят с нами этим делиться. У тебя точно есть то, что мне надо, а ну-ка мне отдай. По этому же принципу мы и идеализируем других, и создаём идеалистическое представление о себе. Это я, у которого всё есть. То есть это не я со своими какими-то особенностями, с тем, что я что-то могу, что-то не могу. Здесь я силён, здесь я не очень компетентен. То есть не когда мы подбираем тот идеал, к которому стремимся, соотносимо с нашей реально текущей конфигурацией, а некий такой фантазийный, химерный образ, у которого всё есть. Этот же образ мы и проецируем в людей, которыми назначаем идеалами. Очень расстраиваемся, когда узнаём, что они не могут нам дать то, что нам надо. Они никогда не смогут дать то, что нам надо. Они только могут помочь соединиться со своей индивидуальностью и понять, что же надо нам. То есть фактически учителя, психологи и так далее должны помочь соединиться со своим истинным я и научиться его слышать. То есть стать зрячими и стать слушающими, а не слепыми, тупо выполняющими чьи-то указания. Потому что чьи-то указания приведут вас к формированию ещё одного ложного я. Человек понимает интуитивно, что он уже давно в этой западне, что давно его индивидуальность не проявлена, и поэтому он торопится. Ко мне, когда приходят люди, они все хотят за один месяц решить все свои проблемы, те, которые они накапливали десятилетиями. Несомненно, это сделать невозможно. И я честно говорю им, что я быстро вам помочь не смогу, если вы хотите действительно трансформации своей личности и соединения со своим истинным я. Потому что фактически человеку надо учиться по-новому говорить, ходить, думать, действовать, выражать себя. Именно в выражении себя вовне человек и ощущает это «я есть», когда в этом выражении есть индивидуальность. Что мы наблюдаем внутри психики? У нас есть некий коридор нашего ужаса, то, чего мы не хотим, и нашего призрачного счастья. Это даже не коридор, а это как действительно банка, внутри которой мы находимся. То есть всё, что мы можем делать, это ускоряться, увеличивать скорость внутри этой банки, осуществлять одни и те же действия, только быстрее. И эта быстрота, эта тревога, она создаёт иллюзию того, что мы что-то делаем, что мы как-то меняемся. Но проблема в том, что наша индивидуальность по сравнению с нашим представлением о мире, это как тоненькая зелёная полосочка, которая здесь нарисована. Например, для Ольги Демчук необходимо, давайте на самом простом, для того, чтобы она вкусна, с насыщением, с получением насыщения, и с получением удовлетворения покушала, подойдёт очень небольшое количество еды по сравнению со всей едой, которая есть в мире. И этой еды немного. Точно так же и в нашей проявленности вовне. Когда мы торопимся, когда мы размашисты, когда мы мыслим глобально, когда мы не хотим детализировать, прислушиваться к себе, обращать внимание, как мы говорим, как мы сидим, как мы ходим, мы не можем попасть в эту зелёненькую узкую полосочку. И когда у человека начинает появляться индивидуальность, он начинает понимать ценность каждого своего слова, каждой минуты своей жизни. В ложном я времени нету. Времени-то много, всё ещё впереди, и всё будет хорошо. Что будет хорошо, непонятно. Но в ложном я детализации никогда нету. А, это сложно, говорят люди. Это сложно в этом разбираться. Мне надо что-то попроще говорить человек и бежит искать это попроще, ещё быстрее и быстрее, меняя одного учителя за вторым, так и не разобравшись, а что он вообще ищет. Многим людям нравится глубина. Часто вы пишите в своих комментариях, мы приходим к вам за глубиной. А как эта глубина появляется? Вот эта зелёная полосочка, в которой мы узнаём себя, себя реальным, не придуманных, идеальных, а реальных. Когда мы уже начали ощущать этот контакт, эта полосочка уже становится тем пространством, в котором мы хотим жить. Её становится в нас больше, а ложного я становится меньше. И чем меньше ложного я, тем меньше небытия, ощущения, что меня нет. А я есть становится больше, и мы понимаем, как нам надо жить, говорить, с кем общаться, для того, чтобы чувствовать это состояние бытийности, состояние того, ощущение того, что мы живы. И вот появилась глубина, и в этой глубине вырисовывается следующая полосочка, когда мы ещё более точно можем через слова и действия проявлять себя и понимать смысл мироздания. Потому что если мы разобрались в себе, в своей индивидуальности, в своей истинности, искренности, то мы начинаем это видеть и в мире. И тогда другие люди нам кажутся очень интересными. И потом эта красная полосочка становится широкой красной полосой, внутри которой мы живём. То есть фактически первоначально у нас мало индивидуальности, а потом эта индивидуальность нарастает, 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 и вместе с ней мы становимся более глубокими, более осмысленными. Первоначально, когда человек формирует эту зелёную полосочку, ему кажется, что он тормоз, что он медленно говорит, что он не понимает, что он хочет. И он торопит себя, говорит, давай скорее что-то говори, давай скорее что-то делай, потому что человек встречается со своей несостоятельностью. Здесь я привела цитату Пелевина, которую я очень люблю, прочитала практически все книги, кроме последних. «Для бегства нужно знать не то, куда бежишь, а откуда. И поэтому тюрьму необходимо держать постоянно перед глазами». Почему так много времени я уделяю ложному я? Потому что нам очень важно понимать, когда мы действуем от ложного я. в ложном я мы все одинаковые, мы все похожи. Но как только у нас появляется эта зелёненькая полосочка индивидуальности, мы становимся непохожими. И эта глубина будет только ваша. За этой глубиной, за этой индивидуальностью мы и идём в общение с другими людьми. Потому что то, что у нас есть, и общее ложное, есть у всех. А индивидуальное другого начинает активизировать индивидуальное в нас. Если вы смотрите мои видео и ощущаете, что у вас что-то меняется, оно меняется, потому что я более-менее стараюсь демонстрировать индивидуальное. И таким образом активизируется индивидуальное в вас. Вы вспоминаете, кто вы. Вы начинаете понимать, а какая моя зелёная полосочка, потому что вы понимаете, что вот это пространство ложного. И поэтому у вас появляется ощущение, что мы все похожи. И люди пишут под видео «я такой, я такой». Да, на этапе ложного «я», «я такой» и «я такой». Но на этапе зелёной полосочки мы с вами начинаем расходиться. Мы становимся непохожими. Точность формулировок, точность действий для нас очень важна. Я думаю, что вам, как и мне, присылали на Новый год поздравления, пусть всё будет хорошо, желаю вам счастья. И в этом поздравлении нет индивидуальности. Например, тот человек, который напишет мне «Спасибо за ролики, с Новым годом», это поздравление будет гораздо мне ближе, потому что там есть про меня. Я понимаю, что человек не чужой мне, что он смотрел ролики, что он видит мою индивидуальность. Точно так же, когда мы желаем кому-то, ему приятно, когда будет что-то в этом поздравлении касательно только этого человека, что-то очень персональное, потому что в этот момент его индивидуальность откликнется навстречу, и он ощутит это «Я есть». Например, когда люди говорят «Всё будет хорошо, не беспокойся, всё наладится». У меня лично такие слова вызывают лёгкое раздражение, потому что я понимаю, что человек говорит сам собой, точно не со мной. даже фраза «Будет по-разному» содержит гораздо больше реальности, истинности и позволяет нам внутри соединяться с чем-то важным. Те люди, которые хотят помочь и спасти, опасные люди, потому что люди могут попробовать вам помочь, попробовать сделать вашу жизнь лучше, но спасти вас можете только вы. Несомненно, человек, к которому обращаетесь, является таким паровозиком, который вагон этот тянет, но вы должны понимать, что надо будет от этого паровозика отцепляться и становиться самому вместо вагона паровозиком. Но многие люди не могут наладить, побыть в этом состоянии, в состоянии вагончика, чтобы доехать до перекрестка на железнодорожных путях, где уже можно будет отправляться в свое плавание и собственной силы хватит для того, чтобы дровишек хватит, чтобы подкидывать в топку и ехать. Очень важно понимать пространство своего незнания. Те люди, которые все знают, все понимают и сейчас тебе расскажут, у них пространства для развития нет. Те люди, которые понимают, что многое не знают, оставляют пространство для того, чтобы появилась эта глубина. Я бы хотела, чтобы вы в комментариях написали, в какие моменты вы ощущаете соприкосновение со своей индивидуальностью. Может быть, когда вы что-то делаете или когда вам кто-то что-то говорит. Будем учиться нащупывать свою индивидуальность индивидуальными способами. 23 числа приглашаю вас на вебинар. Будет глубоко и интересно, потому что я хочу на нем показать вам общую картину того, как устроена психика и каким образом проходить этапы собственного роста и развития. Если понравилось видео, ставьте лайки и до встречи!